Глава. Об искреннем исповедании ислама человеком. Хадис под номером 41. Передают со слов Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что он слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Если раб Аллаха примет ислам, и будет ислам его хорош, Аллах простит ему любой грех, совершенный им прежде, и после этого воздаяния для него будет таким. Награда за каждое благое дело будет для него по меньшей мере десятикратной, возрастая до семисоткратной. Что же касается каждого дурного дела, то воздастся за него только равным, если Аллах не простит его». Хадис под номером 42. Сообщается, что Абу Храйра, да будет доволен им Аллах, сказал, «Если кто-то из вас будет исповедовать ислам хорошо, то за каждое благое дело, которое он совершит, ему запишут от десяти до семисотоподобных дел, а за каждое дурное дело, которое он совершит, ему запишут, подобное этому дурному делу». Глава. «Больше всего всемогущий и великий Аллах любит такие религиозные дела, которые совершаются с наибольшим постоянством». Хадис под номером 43. «Передаются слов Айше, да будет доволен ей Аллах, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вошедший к ней в то время, когда у нее находилась одна женщина. Спросила ее, «Кто это?» Айша ответила, «Такая-то». И стала рассказывать о том, как она молится. Что же касается пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то он сказал, «Прекрати! Должны вы делать лишь то, что вам по силам. Клянусь Аллахом, Аллах не утомится, пока сами вы не утомитесь». Айша, да будет доволен ей Аллах, сказала, «Больше всего Аллах любит такие религиозные дела, которые человек, совершающий их, совершает постоянно». Глава «Увеличение и уменьшение веры». Хадис под номером 44. «Передаются слов Анаса, да будет доволен ей Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Выйдет из огня тот, кто скажет, нет Бога, кроме Аллаха, храня в сердце своем добро, весом хотя бы с пшеничное зерно». «И выйдет из огня тот, кто скажет, нет Бога, кроме Аллаха, храня в сердце своем добро, весом хотя бы с пшеничное зерно». Хадис под номером 45. Передаются слов Умара бин Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, что как-то раз один иудей сказал ему, «О повелитель правоверных, есть в вашем писании один аят, который вы читаете. Я думаю, что если бы он был неспослан иудеем, то мы обязательно отмечали бы день его неспослания, как праздник». Умар спросил, «И какой же это аят?» Тот сказал, «Сегодня я довел до совершенства для вас вашу религию и довел до конца свою милость вам и одобрил для вас ислам в качестве религии». Умар сказал, «Нам известен этот день и то место, где этот аят был неспослан пророку, да благословит его Аллах и приветствует». Это была пятница, когда он стоял на Арафате. Глава «Выплата закята является частью ислама» Хадис под номером 46 Сообщается, что Тальха бин Убайдулла, да будет доволен им Аллах, сказал «Однажды к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, явился какой-то человек из Нечта, с растрепанными волосами. Мы слышали его громкий голос, но не понимали, что он говорит, пока он не приблизился и не выяснилось, что он спрашивает об исламе. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Ты должен совершать пять молитв в течение дня и ночи». Человек спросил, «А должен ли я молиться сверх этого?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Нет, если только сам ты не пожелаешь совершить дополнительную молитву». Затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Ты должен соблюдать пост в течение Рамадана». Человек спросил, «А должен ли я поститься сверх этого?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Нет, если только сам ты не пожелаешь поститься дополнительно». Тальха сказал, «А затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему «О необходимости выплаты закята». Этот человек спросил, «А должен ли я выплачивать что-нибудь сверх этого?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Нет, если только сам ты не пожелаешь этого». Тальха сказал, «И после этого тот человек повернулся и направился к выходу со словами «Клянусь Аллахом, я ничего не добавлю к этому и ничего не стану бавлять». А посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, воскликнул «Он преуспеет, если говорит искренне». Глава «Участие в проводах покойного является признаком веры» Хадис под номером 47 Передаются слов Абу Хураиры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Тот, кто проводит в последний путь покойного мусульманина, храня веру и надеясь на награду Аллаха и останется с ним до тех пор, пока не прочитают за упокойную молитву и тело не предадут земле вернется с награды в два карата, каждый из которых будет величиной в гору Ухуд «Тот же, кто совершит молитву по покойному и уйдет до погребения, вернется с награды только в один карат» Глава «Страх верующего перед тем, что благие дела его окажутся тщетными, а он и не заметит этого» Хадис под номером 48 Передается слов Абдуллах бинь Ма'суда, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует Сказал «Поношение мусульманина есть проявление нечестия, а сражение с ним свидетельство неверия» Хадис под номером 49 Сообщается, что Убада бинь Ас-Самид, да будет доволен им Аллах, сказал «Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел из дома, чтобы поведать людям о ночи предопределения Но в это время двое мусульман вступили в перебранку друг с другом И тогда он сказал «Поистине, я вышел, чтобы поведать вам о времени наступления ночи предопределения Но такой-то начал ссориться с таким-то И то, что я знал, исчезло Возможно, это и лучше для вас А теперь ждите ее в седьмую, девятую или пятую Глава Джибрил спрашивает пророка, да благословит его Аллах и приветствует А вере Ислам И честосердечие Ихсан Хадис под номером 50 Сообщается, что Абу Храйра, да будет доволен им Аллах, сказал Однажды, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, находился среди людей, к нему подошел какой-то человек и спросил, что такое вера Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Суть веры в том, чтобы верил ты в Аллаха, в его ангелов, по встрече с ним и в его посланников, а также в том, чтобы верил ты в воскресенье Человек спросил, что такое Ислам Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Суть Ислама в том, чтобы ты поклонялся одному только Аллаху и никому больше Совершал молитву, выплачивал обязательный закят и соблюдал пост в Рамадане Человек спросил, что такое чистосердечие Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Быть чистосердечным, значит поклоняться Аллаху так, будто ты видишь его А если ты его не видишь, то не забывай о том, что он поистине видит тебя Человек спросил, когда наступит час этот Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Тот, у кого спрашивают о нем, знает не больше задающего вопрос Но я поведаю тебе о предназнаменованиях этого часа Он приблизится, когда невольница породит того, кто станет ее хозяином А пастухи, некогда занимавшиеся выпасом черных верблюдов, станут соревноваться друг с другом В возведении огромных жилищ Однако час этот является одной из пяти вещей, о которых не знает никто, кроме Аллаха Затем Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал аят, в котором сказано Поистине, лишь Аллах знает о часе этом Он не спосылает дождь и знает о том, что находится в утробах Никто не знает, что приобретет он завтра И никто не знает, в какой земле умрет Поистине, Аллах знающий, сведущий После чего этот человек удалился Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, велел своим сподвижникам Верните его Однако они ничего не увидели И тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Это был Джибриил, который пришел для того, чтобы научить людей их религии Субтитры создавал DimaTorzok